девчонки всем огромный привет девушки всем огромный привет я сразу извиняюсь за то что я в наушниках просто у меня здесь как видите микрофон дело в том что мой обычный микрофон который маленький остался у Стёпы в комнате Стёпа там сейчас спит поэтому я пользуюсь моментом и хотя бы так в наушниках запишу видео потому что это редко удается но перейдем к делу сегодня я хочу записать видео для вас о том как я проэпилировала свои подмышки да наконец-то я это сделала и сделала с помощью препарата меновазин который я купила в аптеке это обезболивающее наподобие ледокаина вот он стоит сущие копейки о чем я вам рассказывала в прошлом видео в конце про эпиляторы вот и сейчас хочу с вами поделиться как я все это делала как все это происходило но для начала хочу сказать что меновазин это самое дешевое средство для обезболивания которое продается практически в любой аптеке я его купила в аптеке 36.6 за 48 рублей если я не ошибаюсь но не больше 50 рублей это такая жижка внутри просто водичка она имеет аромат ментола аромат такой достаточно рисковатый на любителя но если вы хотите хотя бы как-то обезболить себя и не покупать дорогой крем было за полторы две тысячи рублей тогда рекомендую вам использовать вот эту вот волшебную водичку как она действует вообще ее применяют как местное обезболивающее она обезболивает не на сто процентов это вам сразу говорю процентов 60 боли уйдет вот но боль все-таки будет но она будет достаточно терпимой то есть если вы хотите чтобы у вас была вообще дубовая кожа и вы просто проводили эпилятором и ничего не чувствовали то такого с этой жижкой не будет ты сразу предупреждаю но если вы готовы немножечко потерпеть действительно немножечко потому что боль она ощущается но не так сильно тогда этот вариант для вас и он самый 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 бюджетный как происходит сама эпиляции с помощью вот этого средства она происходит в два этапа сначала вы просто моетесь оставляйте подмышки небритыми чтобы они 3-4 дня предположим чтобы отросли волоски миллиметра на 4 примерно для того чтобы эпилятор их лучше захватывал далее намытые подмышки вы наносите ватным диском жирненько так достаточно вот это средство чтобы у вас полностью была вот эта вся подмышка она была им промазана так как средство имеет свойство испаряться сверху наклеиваем просто обычную пищевую пленку или пакетик что у вас есть но пищевой пленкой удобнее всего потому что она как бы приклеивается сама собой и смотрите чтобы она достаточно плотненько была приклеена в принципе ничего сложного нет просто прикладываете сюда на мокрое место уже и то же самое проделать со второй подмышкой так ходите минут 15-20 сразу предупреждаю что будет ощущение такое как будто вам морозит подмышки и будет запах вот этот ментола выйти это ощущение но отлично мне было не очень приятно вот само ощущение вот этого запаха даже и ощущение холодка но кому-то может быть даже по приколу будет понравиться в общем-то она длится минут наверное 10 дальше вы уже привыкаете я занималась своими делами я кормила ребенка с этими подмышками у меня просто это клеенка сама собой держалась никуда она не падала после того как прошли эти 15-20 минут вы берете снова повторяете ту же процедуру просто снимаете пакетики заново ватным диском полностью увлажненным в этой жижки промазывайте подмышку и оставляете под пакетиком под теми же пакетиками можете новые не отрывать еще минут на 30 то есть чем дольше вы держите то тем больше обезболивание будет действовать вот более эффективно но я думаю не более получаса больше ни к чему далее само средство когда вы уже все это дело сделаете до прошло полчаса вы берете просто чистую тряпочку влажную либо просто влажный диск ватный и смываете все это дело снимаете и смываете водичкой средство само действует где-то минут 15-20 примерно в это время вы должны попробовать про эпилировать подмышки до того чтобы меньше боли было далее если вы эпилируете подмышки в первый раз лучше конечно использовать специальные насадки есть насадки для зоны бикини и подмышек а есть насадки для лица для лица идет более узенькая дырочка соответственно площадь эпиляции она более маленькая для того чтобы чувствовать меньше боли сразу скажу что вот у меня был эпилятор браун в нем как-то эти насадки лучше продуманы они сделаны прямо вот и таким образом захват хороший идет здесь же вот в аппарате philips она как бы вот эта насадка как бы выгнута внутрь у вас и так то подмышка она как бы в пуклое идет да не выпукло и вам надо как-то это дело выгнутая часть на выгнутую часть про эпилировать это не очень удобно приходится как-то изощряться что там искать угол наклона правильный вот в итоге к чему я пришла я сначала использовала эту насадку самые такие волосистые части где больше всего волос росло и с помощью этой насадкой пропилировала кое-как было очень неудобно неудобство состоит в том что вы как бы смотря в зеркало не всю волосы не все волоски можете увидеть поэтому приходится смотреть вот так вот и глаза как бы они скашиваются и рука затекает поэтому я вот так несколько раз делала опускала руку чтобы кровь обратно с руки стекла в руку в кисть чтобы в общем я руку опускала вниз чтобы кровообращение наладилось вот и повторяла то же самое им желательно это делать не бесконечным таким движением вести до чтобы было меньше более прерывистым таким раз 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 пропилировали отпустили пропилировали отпустили вот так так меньше боли будет ощущаться вот эту насадку я потом вообще сняла мне она не понравилась я потом надела насадку пошире как раз таки для бикини вот ей стало уже полегче обрабатывать подмышку но потом в конце когда там уже остались одиночные волоски я взяла и полностью вот этой вот поверхностью удалила себе нормально быстро достаточно волоски то есть эти насадки они как бы увеличивают время апелляции но тем не менее вы меньше боли чувствуете потому что за раз у вас не пилируется много волос да а постепенно они апеллируются по чуть-чуть вот так что я могу сказать что эти насадки мне помогли но у филипса они дурацкие вот честное слово мне вообще не понравились у брауна намного лучше они прямые а есть вообще отдельные насадки у брауна которые выпуклые идут но это отдельная прям рабочая часть у них идет вот такая вот вот то есть не насадка именно уже с головкой пилирующий ну как бы тут уж что есть то есть по другому никак и что я теперь могу сказать кто-то говорит что волосы отрастают эффекта хватает на две недели у кого-то и дольше у кого-то меньше лично для себя я уже сделала вывод что мне надо апеллироваться где-то раз в неделю после душа в воскресенье я выхожу ну или в субботу там не важно после душа я обычно выхожу раз в неделю и прямо вот этой вот целой уже апеллирующей частью апеллирую подмышки у меня там отрастает немного где-то миллиметр может быть это это не все волоски потому что фазы волос фаза роста разные одни волоски выросли другие еще нет и поэтому приходится апеллировать раз в неделю вот именно вот такая причина вот и сейчас вообще практически не больно я просто апеллирую чуть-чуть ощущается там то что выираются волоски но просто они еще до конца не истощились недостаточно толстых у меня там вот но со временем апелляция будет становиться все легче и легче и я уже вот примеру замечаю что я вообще без этого средства я его использовала только один раз вот благодаря тому что еще всего я не жду когда вырастет вот вот я вам советую на не ждать когда у вас снова вырастут волосы подмышкой определенной длины пока они все там вырастут братья апеллироваться раз в неделю таким образом у вас выросли не все волоски а только какая-то их часть и вы взяли их про эпилировали то есть не опять всю махну до забрели тут удалили и опять боль ощутили а потихонечку получается и на следующей неделе через неделю также и так у вас постепенно волоски истончатся истончатся и вы даже не будете чувствовать боли абсолютного вас уже кожа привыкнет волосок ослабнет корешок ослабнет вот и эпиляция будет проводиться наиболее легко а вот именно так я и делаю я обычно после душа раз в неделю эпилируюсь даже без насадок без обезболивания уже без всего то есть по факту вот это средствами навазин я использовала только один раз и вы знаете вот ощущение после бритья сами представляете какое оно да то что на следующий день вы уже чувствуете подмышкой вот эти вот пенечки отрастающие это щетина да и каждый день брить у кого-то раздражение кому-то просто ну бывает иногда некогда побриться просто нужно бежать и все там на работу по делам и прочее а тут вы про эпилировались и целую неделю у вас подмышку особенно в начале недели первые несколько дней там вообще гладенько потом концу недели там вы уже ощущаете то что чуть-чуть там что-то отросло но она зрительно не видно уже то есть волоски уже даже они не черные растут какие-то более светленькие становятся вот то есть вообще это супер на лето вообще супер вещь рекомендую пробуйте вы я думаю что не пожалеете единственное что могу предостеречь что могут быть лимфоузлы в подмышках имеются у нас так что как бы нужно поаккуратнее когда я первый раз вообще эпилировалась несколько лет назад подмышки у меня вот там что-то даже набухло немножечко в одном месте и я после этого решила не продолжать но вот в этот раз я решила про эпилироваться и у меня ничего не набухло все было замечательно вот ну в общем нужно быть как бы аккуратнее с этим делом и после эпиляции желательно хлоргексидинчиком или чем-то таким промазывать подмышки чтобы снять раздражение и обеззаразить вынужденная сейчас завершить видео тем более что я вам уже все рассказала степан у меня проснулся пойду заниматься с ним всем спасибо за просмотр я надеюсь что видео оказалось для вас полезным ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока